Сегодня поговорим о термобелье. Как правило, термобельем называют любой первый слой одежды, который согревает. Первое свойство термобелья это отводить влагу от тела. Другими словами, когда человек чем-то активно занимается, он естественно потеет. Как раз если его пот, то бишь влага остается на коже, она начинает активно испаряться и человек может просто замерзнуть. Для спортивного термобелья одной из главных задач является отвести лишнюю влагу от тела спортсмена. Это достигается полностью облегающим фасоном плюс специальным составом ткани. Естественно, это будет сто процентов синтетические ткани. Ни одно натуральное волокно в чистом виде не отводит влагу от тела. Оно, как правило, ее накапливает себе, а потом очень долго согнет. Еще одной немаловажной задачей, которую решает высокотехнологичное спортивное термобелье, является компрессия. Это особенно важно при высоких спортивных нагрузках. Основная задача компрессионного термобелья состоит в том, чтобы снизить микровибрацию мышц спортсмена при активном занятии спорта. Эта серия термобелья разработана в сотрудничестве с известным британским дизайнерским бюро, основанным известным архитектором Захай Хадид. Эта термофутболка может по праву считаться вершиной в технологиях спортивного технологичного термобелья по ряду причин. Прежде всего, это достигается повышенной эластичностью ткани и трикотажей, из которой сделана эта термофутболка. Различная зональность, которая присуща практически всем спортивным базовым слоям, здесь сделана по более современной технологии, так называемой органической анатомической зональности. Различные зоны, допустим, согревающие, вентилирующие и компрессионные, не имеют четких гранит, а плавно переходят один в другой, как бы градиентно, наиболее точно отвечая анатомическим свойством реального тела человека. Бесшовная технология позволяет сделать управляемым образование складок на сгибе локтя. Белье максимально подогнано под реальную анатомию живого человека. Вот эта вещь является очень ярким и достаточно типичным представителем спортивного термобелья. На основной части этой футболки отсутствуют швы. Она была сделана сразу целиком. Швы есть только в месте, где рукав пришивается ко всему остальному. Настигаются различные виды трикотажа в области груди и в области живота. На плечах мы видим вообще ярко выраженные термоизолирующие свойства. Под мышками мы видим ткань уже, скажем так, менее плотную и более вентилируемую. То есть, в одной вещи удается совместить как согревающие элементы, так и вентилирующие элементы. Согревающее термобелье, которое предназначено не для высокой активности, его можно определить по наличию натуральных волокон в составе. Это может быть как стопроцентная шерсть, так и некоторый процент содержания натуральной шерсти в волокне. Более широко распространено, конечно, полностью синтетическое термобелье по одной простой причине, что оно очень удобно в носке. Оно выдерживает гораздо больше стирок, а главное, оно быстрее сохнет. В нем теплоизолирующие свойства, конечно, достигаются фактурой ткани. Как правило, внутренняя поверхность ткани имеет приятный мягкий ворс. Эта термофутболка предназначена не для активного спорта, а больше для повседневной носки или носки после спорта или до спорта. Основная задача этой термофутболки является согревание, то есть термоизоляция. В данном случае мы видим сочетание современных технологий, как бесшовная вязка, она выполнена по бесшовной технологии, но в своем составе она имеет 57 процентов натуральной шерсти, естественно обработанной, не колючей и очень теплой. Эта термофутболка иллюстрирует собой ту категорию термобелья, о которой говорят на каждый день. Теплоизолирующие свойства обеспечиваются специальной технологией ткани, которая с внутренней стороны имеет ворс. Он очень приятный как тактильно, так и сохраняет воздушную прослойку между телом человека и остальной одежды, сохраняя тепло.